Добрый день, друзья! И сегодня ролик, который кто-то сочтет маркетингом, а кто-то найдет в нем для себя разумные вещи. Мы будем сегодня говорить о гипнозе. Мы будем говорить о гипнозе, о том, как он сегодня представлен у нас на рынке. Вообще, давайте начнем с определения. Что такое гипноз? Из того, что я вижу в гугле, состояние, похожее на сон или полусон, вызываемое внушением и сопровождающееся подчинением воле, спящего волеусыпляющего. Есть другой вариант, это уже из Википедии. Это состояние, вызванное самовнушением, воздействием гипнотизера или возникшее спонтанно временное состояние сознания, характеризующее резкой фокусировкой внимания и высокой подверженностью внушения. На самом деле, все это правда, все это имеет место быть, но это все кусок. Это все кусок, вырванный из контекста. Правда лишь в том, что гипноз – это предсонное состояние. Я бы их назвала внутренними состояниями сознания человека. И они присущи абсолютно каждому человеку. И они имеют место быть для нашей физиологии, как очень важные, как очень важные, без которых наша физиология существовать не может. Но так уж исторически сложилось в нашем обществе, что слово «гипноз» ассоциируется с чем-то страшным. То есть эстрадное представление, когда вызывались люди сомнамбулического типа или подставные на сцену, и им делались внушения какие-то такие, которые как бы подрывали их авторитет, унижали их, и люди с зала смеялись над ними. И вот это вот все в подсознании у людей оставило такой след, что когда речь идет о гипнозе, сразу человек предполагает два сценария. Первый сценарий – это то, что над ним будут совершаться какие-то насильственные действия, и он будет подчиняться чьей-то воле, и ему будет потом стыдно за это подчинение. И второй вариант – то, что его облапошат, потому что гипноз еще ассоциируется с цыганами. Но почему-то в нашем обществе забывают упомянуть о том, что без внутренних состояний сознания, я буду называть вместо слова «гипноз», ввиду вот это определение, потому что оно наиболее соответствует реальности. Так вот, в этих внутренних своих состояниях человек обязательно находится, когда он едет за рулем. Вы пребываете в них, когда вы идете по улице и задумались о чем-то, сконцентрировали внимание где-то, на какой-то мысли и улетели, да, временно. Когда вы занимаетесь спортом, у вас идут большие физические нагрузки, и включаются ресурсные состояния, второе дыхание. Когда вы едете в троллейбусе, висите, и у вас отекает рука, но вместо того, чтобы не иметь отключиться, она вдруг нормально себя чувствует, и вы можете часами так висеть на поручне. Попробуйте, повисите на турнике так. Состояние каталепсии. Никто не говорит, что это нормальное состояние для человека. Более того, никто не говорит, что в этих состояниях можно восстанавливать свое здоровье, можно черпать информационное наполнение, озарение, прозрение и так далее. Все, что касается профессиональной деятельности. Можно находить некие психосоматические моменты, которые влияют на здоровье. Можно менять свои поведенческие реакции для того, чтобы выстроить отношения и так далее. То есть получается, что у человека в психике есть внешнее состояние сознания, внешнее включение в игру. Это внешнее считается как доминантное в обществе, да? А внутреннее игнорируется. Типа его нет вообще. Ну, конечно, мы все в одинаковых серых шинелях должны одинаково строить бам. Но, господа, так на самом деле нет. Этого нет. Есть церебральный сортинг. Мы все пришли сюда разными. Мы все пришли со своей задачей, со своим предназначением мы все пришли играть. И таким образом, наши внутренние состояния, наши внутренние ресурсы, наши внутренние возможности, они являются доминантными. Потому что весь наружный мир строится у нас внутри. Так вот, все, что касается гипноза, это не только директива, это не только облакошивание. Но это не значит, что это в гипнозе невозможно. Везде будет союз И. Много лет мы занимались в проекте тем, что изучали экстрасенсов, бесконтактный бой, возможности человека, телекинез, изменение температуры, разные вопросы по саморегуляции. Куча, куча всего было. Но в то время мы еще не соображали, как это связано все с гипнозом, с внутренними состояниями сознания. На самом деле, переход к изучению гипнотехнику у нас произошел при глубоком погружении в изучение темы бесконтактный бой. Оказалось, что гипнотехники, они были уделом все-таки военных наших. Там была собака зарыта, во всяком случае, там были люди, которые хотя бы что-то соображали. И хорошие гипнотизеры были, тот же самый Николай Захарченко, это люди, которые в прошлом были в форме. И как-то так получилось, что по теме гипноза в Минск приехали практически самые известные специалисты, которые были в России. А Россия все-таки, надо отдать должное, что она занималась исследованием этой темы достаточно глубоко. Если Америка ушла в экстрасенсорику и в психотерапию больше, то Россия больше занималась вот этими директивными властными вещами. И так уж сложилось, что в какой-то момент пришло понимание, что для того, чтобы обучиться гипнозу, вот и на сегодняшний день это так, если вы хотите освоить техники гипноза, то придется в отдельности брать эриксоновский, цыганский, медицинский, эстрадный или творческий. Отдельно надо будет изучать, как это соединяется с физиологией, для того, чтобы, например, соединиться с спортом. Надо ездить к каждому гуру в отдельности, потому что каждый где-то оторванный от всего специалист. И получается, что когда вы приезжаете к этому специалисту, вот вы видите техники, да, один там грозным голосом ведет, машет и так далее, дает установки, и вы воспринимаете это, как директивный гипноз, да. А приезжаете к другому специалисту, а этот специалист шепчет мягко, как бабка-шептушка, да, и нежно работает. И вы считаете, что это там цыганский или эриксоновский вариант. А если отойти и посмотреть на все, что вы можете взять у разных специалистов по отдельности, то получается, что это все одни и те же техники. Что количество техник ограничено. Это все один и тот же театр. Да? Одни и те же подмостки, одни и те же декорации, одна и та же сцена. А вот артисты, которые выступают, они говорят по-разному. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то шепчет, кто-то стихи читает. Но суть от этого остается одна и та же. В чем суть? Суть в том, что человека погружают в его внутренний мир. Физиологические реакции при этом идут, они расписаны в таблице Коткова. Три стадии, каждая делится на три ступени. И получается 1-1-1-2-1-3-2-2-2-2-2-2-2-3-3-1-3-2-3-3. Вот этих вот девять основных состояний, описанных Котковым. И есть комментарии других специалистов к этим состояниям. Они немножко варьируются. Но в любом случае, это уже физиологические реакции. Они привязаны к телу. Мы можем наблюдать это у каждого человека. Вопрос, насколько человек доверяет вам и насколько он раскачан. То есть в любом случае, погружение во внутренний мир априори существует у каждого человека. Это бесспорно. Итак, с таблицей Коткова понятно. Следующий шаг. Мы понимаем, что есть театр, есть исполнение. Исполнения бывают разные. И чуть-чуть отличается техническая база. Техническая база какая? К технической базе мы можем отнести движение, действие. Можем просто сидеть, медитировать. Можем использовать какую-то атрибутику внешнюю, экстрасенсорную. Можем поглаживать. И при этом мы что-то говорим. Следующая часть, очень важный рапорт. Как мы держим рапорт в этих состояниях. Для чего он нужен? Для того, чтобы человек просто не заснул. Самое страшное, что может случиться с человеком в гипнозе, это он просто банально заснет. Вот, казалось бы, все так просто. Но через вот эти гипнотические состояния у нас есть возможность выходить в наше ресурсное состояние. А в ресурсных состояниях у нас лежит и наше здоровье, и наши отношения, и формирование нашей реальности, и информационные доступы, и озарение, и психотерапия. И наше здоровье, наше программное обеспечение. Все, это целый клубок, куда мы просто можем получить доступ, доступ, благодаря умению работать с этими внутренними состояниями. На самом деле на эту тему проведены исследования и в науке. Есть такой ученый Пигарев. Если вы послушаете его лекции, то вы поймете, о чем идет речь. Насколько важно найти, найти вот эту нишу в подсознании, через которую протолкнуть информацию в обратном направлении туда, а не оттуда. Это очень важные моменты, как мы можем это дело использовать. И вот в свое время, задумавшись о том, как качественно получить образование на тему гипноза, мы увидели, что огромное количество специалистов, огромное количество тренингов, и все, возникает ощущение, что есть большой слон, и этого слона каждый разделил на части. И продает каждую часть по отдельности. И каждая часть у каждого стоит много, цены разные, но в принципе дорого. Причем, чем таинственнее эта часть, типа жреческие техники, вы будете главными жрецами, тем она дороже. А если, ну, так, эриксонка, НЛПшка, еще что-то, то она подешевле. А еще можно продать отдельно энергетику, отдельно техники работы с сознанием, отдельно ментальные, отдельно астральные, отдельно путешествия. И все вот это продается по отдельности, и при этом уже забывается вообще, что это идет на основе гипноза. И вообще физиологию можно выкинуть, и не смотреть вообще, как человек реагирует. Просто ему грубо загрузить всякую херню в башку, да, и говоришь, вот это манна небесная. И пока он тебе верит, для него это манна небесная. Что это есть такое, да? Это есть внушение. Мы на самом деле учимся работать с внушениями, и это основа гипноза. Понимаете, когда вот до нас это вот все дошло, мы решили собрать целостную программу для того, чтобы не просто ликбезную, а она чтобы была уже полезна и медикам, и психологам, и астрологам, и физикам, и научным деятелям, и вообще любому человеку, обывателю, который хочет быть гармоничным в этой жизни. Но как объять необъятное, когда, во-первых, вроде бы тема огромная, а с другой стороны и специальности очень разные. Потом мы просто сели и выписали, так о чем же мы можем говорить, какой запрос мы можем сделать, чему надо обучать человека. И вдруг оказалось, что техническая база, как таковая, она небольшая. И вот клетки этого слона, да, они все идентичные. Вопрос, да, ткани, которые находятся под хвостом, они отличаются от тканей, которые находятся в районе хобота, там где-то функционалом. Но принципы, принципы основные дать можно. И основную техническую базу дать можно. И мы сделали, это уже вторая программа от нашего проекта, заказанная уже на результат, на компиляцию того, что есть на рынке, на результат, да, как основную. Мы сделали заказ Олегу Гребенюку на программу, которая бы включила в себя все виды гипноза, техническую базу, работу с внушениями и кодирования. Все, причем не просто кодирование директивное, но умение встраивать программы для того, чтобы они потом не вылетали, не ломали психику человека. Второй аспект. Третий аспект – это работа с психосоматикой, коучинг ведения человека к травме и что делать с травмой, да. Потому что угрузить человека – это легко. Ты уже отследил, какое у него состояние, что с ним дальше делать. Вот, чтобы у человека было понимание, что мы делаем дальше и зачем мы его, в принципе, грузим, да. Вот. Это понимание будет. Дальше выделить. Мы будем брать информацию, мы будем играть в игры с тонким планом, мы будем играть с программным обеспечением человека, будем ли мы брать родовые ресурсы, коррекции травм и так далее. Вот эта часть психотерапевтическая, профессиональная, она тоже будет присутствовать. Мы все это свалили в один курс. Да, будут моменты, где техническая база по некоторым моментам будет даваться поверхностная, общие принципы, но при этом, если вы понимаете суть, то достроить и использовать это в жизни вы уже сможете, да. Будут те темы, которые будут раскрыты достаточно глубоко для того, чтобы у вас вот возможность мыслить и создавать свои техники уже была основательная. Потому что техник гипнозе можно придумать бесконечное количество. Потому что каналов в космоэнергетике можно придумать миллион, да, и это все тоже гипноз. Сейчас скажут, вот я женщина сумасшедшая, я вообще свалила в одну кущу несваливаемые вещи. Господа, давайте в основу возьмем физическое тело, только оно проявлено, привяжем к физиологическим реакциям и посмотрим, как это работает, да. И вы поймете, что в основе лежит вот эти вот внутренние состояния сознания, гипнотические состояния сознания. Они все базируются на физиологических реакциях. И это, когда вы это видите, вот у вас эта основа, этот фундамент есть, то что вы дальше надстроите над этим фундаментом, это уже процесс вашего творчества, да, из этих состояний. Вот этим мы и будем заниматься на курсе. В том курсе, который мы заказали, который разработал, проработал и готов выдать в люди Олег Гребенюк. Программа огромная, стоит она недорого. Недорого, опять-таки, это по нашей просьбе. Все сделано для того, чтобы начать достаточно широкий ликбез, чтобы не было больше профессиональных тренеров, которые приезжают и говорят, а вот эта техника, это не гипноз, ты ошибаешься. Тут гипноза нет. Я же здесь никем не командую. Давайте уберем вот эту вот лажу, если мы все-таки работаем с людьми. Неважно, работаете вы целителем, экстрасенсом, или работаете вы психологом или психотерапевтом. Это все об одном. Вы можете работать цыганкой, гадалкой и так далее. Это все об одном. Вы играете? Играете. Просто у вас театры разные. Давайте возьмем подмостки, разберем, как они устроены, как строятся декорации и каким образом должно быть сценическое выступление для того, чтобы у слушателя и участника сего процесса был результат. Смотрите программу. Она огромная. И для того, чтобы получить такие знания, вам надо будет потратить очень много времени, очень много денег. Вы можете это получить все здесь в одном месте. Плюс то, что вы научитесь создавать свои техники и работать индивидуально, так как заложен в вас творец, проработаете свои проблемы и при этом получите удовольствие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!